Зачем? 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 Завтра? Да. Я думаю, что он справится. Начинаем второе отделение концерта фестиваля. Легенда для скрипки и фортепиано. По новелле Ивана Сергеевича Тургенева «Песнь торжествующей любви». Исполняет ученица 7 класса Центральной музыкальной школы Приморсковской консерватории, лауреат Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» Маргарита Гладышева, партия фортепиано, лауреат Международного конкурса в Гюрзбурге Шалпан Барлыкова. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОнее, СПОКОvocalize, АПЛОДИСМЕНТЫ, атака, джен polskie, а также, джен賣, джен賣. СПОКОСАНОСОВ АПЛОДИСМЕНТЫ, а также, джен賣, 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 джен賣 и джен賣. Вчера в училище Мегнесина и позавчера в Центральной музыкальной школе. Понимаете, мне хотелось бы сейчас подробно вас задерживать. Скажем, исполнение концертной монооперы Фёдром Сизяковым, и Богом лучше, чем в любом театре. Мне не нужен режиссёр никакой, честное слово. Я абсолютно доволен тем, когда в таком чистом сочетании поэзии и музыки предстаёт, скажем, Лермонтовский сюжет. И, конечно, очень хорошая пианистка, которая, ну, право же, и оркестра. А ведь это очень ответственное, в общем, главное дело. Я не сомневался, что это будет достойнейшим опытом исполнения. Самая первая девочка, ученица моего старого друга Галины Алексеевны Писаренко, горожанку. Мне кажется, что очень тонкая певица. Эти ведь тексты Лермонтовские, они любили друг друга. И ангел глубокий очень текст. И вот я узнаю школу Галины Алексеевны, потому что она очень глубокая, тонкая певица, мыслящая. Вот, это ещё что очень хорошо, что у всех певцов были слова, а не гласные. Понимаете, а это ведь далеко не всегда бывает. И были не просто слова, а были фразы, было поэтический строк. У всех исполнителей великолепный тенор, очень с прекрасным голосом и с прекрасным ощущением поэзии. Очень хорошая сопрано, значит, вторая девочка, которая пела романсы. Что касается Альбы, то эта вещь у меня связана с образом моего друга, значит, Иосифа Бродского, который вообще музыку не очень любил, особенно современную. Он любил Гайна, Моцарта. Он очень не любил, когда на его стихи писали музыку, и вообще не любил музыку со словами. Ну, а я не люблю, когда поэты читают свои стихи. Понимаете, непростительно. А в то же время мы без поэтов жить не можем, а поэты без нас могут. Понимаете, тут надо тонко подходить. И вот я помню, что Иосиф Александрович в письме буквально, вместе перед смертным, там, «Твоя Альба мне больше всего понравилась». Ну, инструментальная вещь где-то в традиции, ну, не только форе, но, может быть, и какого-то ренессансной музыки. Ну, вот, очень хорошее исполнение флейта. Конечно, у флейта это звучит более натурально, чем у скрипки. И скрипичное исполнение я не раз слышал. Но надо сказать, что для флейта это больше подходит, потому что утренняя песня на флейте, конечно, наверное, лучше прозвучит. Я вообще очень люблю поэзию Трубадуров. Один из моих друзей, Михаил Мэллах, большой специалист по поэзии Трубадуров. У меня есть целый цикл песни Трубадуров. Может быть, когда-нибудь я его слышу, потому что в свое время его пел не кто-нибудь. А ваш великий профессор Алексей Мартынов, который является педагогом, вокалистом, замечательнейший певец, сейчас он нездоров. Я желаю ему всяческого выздоровления. Я просто помню, на всю жизнь запомнил, как он пел. Я не очень хорошо помню, кто пел партию сопрано, но Мартынов пел изумительно совершенно. Это было однократное исполнение в московском доме композитора где-то лет 30 назад. Мне кажется, что ученицы центральной музыкальной, вернее, ученица центральной музыкальной школы, ей 13 лет. Как она прелестно исполнила легенду песни про существующую любви. Может быть, она еще даже не совсем, может быть, по возрасту понимает эту романтическую легенду Тургенева. Я не знаю, я вообще очень люблю Тургенева, потому что мне кажется, что его немножко как-то недооценивают. Толстой и Достоевский, да, хорошо. Но Тургенев для музыки был даже потоньше, потому что, сейчас не место говорить, но Стасов его оклеветал. Он любил не только итальянскую музыку, он полностью принял Чайковского, и он Мусоргского принял. Когда они встретились у Ивана Петрова, то он настолько был, так сказать, поражен сценами из Бориса Годунова, «Хованщины» и песнями типа «Сиротки», что он воскликнул в письме к Виардо «Вперед, вперед, русское искусство!» «Западник», понимаете? Какой-то вот такой человек, которого сегодня не хватает, понимаете? Поэтому я с удовольствием обратился к этой его легенде, в которой тоже музыка, это лейтмотив. Ну вот, ну кого я еще не назвал, значит, кажется, Манодио – это великолепное исполнение, это вообще, я ее услышал, собственно, я двоих позволил себе из Центральной музыкальной школы приучить сегодняшний концерт. Манодио – это, честно говоря, сложнейшее сочинение, где огромную роль играют четверти тонн. Вообще, я очень люблю греческую, так сказать, эстетику, и очень жаль, что мало осталось музыкального материала. Но в том материале, который сохранился, «Эврипида», «Арест», там же скачки на четверти тонн. И мне кажется, что вот эта выпускница уже Московской консерватории, пятая, пятикурсница, которая в свое время оканчивала ЦМШ, там я ее услышал, мне кажется, у нее очень большое будущее. И я не побоялся самую трудную для восприятия пьесы поставить в конец, потому что мы же не в ПТУ сейчас выступаем, а в Московской консерватории. Мне не хотелось бы, чтобы была только нормальная музыка, понимаете. Как мне сказал один очень симпатичный посол советский в Польше, когда на Варшавской осени исполнялся концерт. Он пришел, потом сказал, ну пусть твой этот, значит, сиротский не очень задается, у тебя, у вас не менее такая, какая-то заковыристая музыка. А потом говорит, а вот некоторые считают, что все-таки, может быть, слишком нормальная музыка. Вот, понимаете, у меня есть и нормальная музыка, и ненормальная музыка. Немножко ненормальная музыка, мне хотелось, чтобы сегодня было именно в конце. Ну вот, так что у меня, конечно, грандиозная благодарность, прежде всего, кафедре истории русской музыки Московской консерватории и вокального факультета Московской консерватории, которые, так сказать, проявили инициативу. Ректор Александр Сергеевич, которого я очень давно знаю и ценю, поддержал это. И вот, видите, дал зал, посвященный имени моего любимого композитора, Николая Ярдовича Московского. Меня так трогает его судьба. Сейчас перечитываю письма и воспоминания Прокофьева. Знаете, Прокофьев был очень плохо, хуже, чем Шостаковичу. Потому что он, когда постановление ЦК произошло, он просто не понял, куда он попал. Что это за страна такая, что за строй, что такое, почему? А Московский вообще, он был глубоко оскорблён. И он единственный отказался писать какое-либо покаянное письмо. И сейчас его мало исполняют, симфонии не звучат. Поэтому то, что у вас есть такой зал, для меня это просто большая честь здесь выступать. Ну, вот это короткое такое слово. Я жду ваших вопросов. В конце я попробую собирать одну такую русскую группу. пьесу, но очень коротенькую на одну минуту. Поэтому я просил открыть крышку. Жду ваших вопросов в виде записки. Или просто вставайте и спрашивайте. Или какие-то высказывания. Пожалуйста. Сергей Николаевич. О, дорогой. Я хочу задать вам вопрос. До Москвы докатился слух о том, что Сергей Михайлович Санинский не так давно написал статью по мелодии. Поэтому у меня вопрос такой. Почему вы решили выбрать именно эту тему для разговора? Я догадываюсь, что вы ответите. А мне бы хотелось, чтобы вы сформулировали. Дорогой Юрий Васильевич. Если бы это была статья, это было бы полбеды. Но это огромная книга на 250 страниц. Которую я летом написал в рукописи вместо какой-нибудь оперы и симфонии. Я не знаю почему. Но мне кажется, что курс мелодики в консерваториях совершенно необходим. И почему-то его никогда не было. Даже в 19 веке когда-то мелодия была основным выразительным средством, которое, по секрету скажу, и остается. Дело в том, что почему не было такого курса, я не знаю. Но отдельные педагоги этим занимались. Зенкарелли в Неаполе, как известно, обучал, требовал писать в Манодии. В Беллине у него в классе написал 300 Манодий. А ведь результат неплохой. Родилась Бельканто. Сейчас, может быть, уже устаревшие тип мелодики. Но ведь прелестно же. Красота какая. У нас в Питере несколько лет Пётр Борисович Рязанов преподавал, был курс мелодики. Но, во-первых, Пётр Борисович тогда был сподвижником великого новатора нашего, тоже забытого, просто это позор, как Мисковский, он не исполняется. Владимир Владимирович Щербачёв, крупнейший композитор новатора, конечно же. И когда Пётр Борисович Рязанов вёл этот курс, Тюлин вёл гармонию, Кушнарёв, полифонию, это всё младшие соратники Щербачёва. А Рязанов вёл мелодику. И у него учился Сверидов. Как ни там смотри на какие-то его личные высказывания, крупный композитор, мелодист. И Соловьёв Седой. Как ни говори, очень крупный, так сказать, мелодический композитор. И другие. В том числе, кстати, Борис Сергеевич Майесович. Чудный композитор московский, с которым я дружил. Но потом Пётр Борисович, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, он отошёл от Щербачёва, всерьёз принял призывы партии и правительства к понятному массовому искусству. И вот этот курс мелодики как-то скуксился и вообще исчез. Понимаете? Вот не надо эти правительственные указания партийные всерьёз. Им следует. Не надо. Вот Рязанова погубила. Его вещи 20-х годов такие интересные. Запев. Причём он был знаток фольклора. И вот с тех пор, ну вот такой был несколько лет. Между прочим, в Московской консерватории тогда кафедра теории называлась кафедрой мелодики. Но реально этого курса нет. Ну и зря. Хотя бы даже история эволюции мелодики необходима. От древневавилонской мелодики, древнеегипетской, древнегреческой, от океании, от африканской, азиатской, американской монотии. И до сегодняшних дней, ну как же без этого курса обойтись, без эволюции мелодии. Наконец, различные типы мелодики. Монотия, прежде всего, одноголосия. Одноголосия – самое сложное, что может быть. Гомофонную мелодику писать легче. И даже полифоническую, даже хериальную. Поэтому мне кажется, что это очень важный предмет. Я как-то углубляясь в него, я вновь вспомнил столько дивных мелодий. Что я читаю этот курс, вот я начал его читать в нашей консерватории в порядке факультатива. Ну, думал, человека три придет, ну, несколько десятков в классе не помещаются. Я, конечно, наизусть играю все примеры, потому что я не могу принести 100 партитур в класс. Но оказывается, очень много на слуху каких-то самых разных образцов мелодики. Дело в том, что мелодика – самое сложное выразительное средство, а не самое простое. Даже бегемот или носорог отличит тембр обвала горного от тембра ручейка или чириканья птички. Так что тембр – прекрасная вещь. Я сам сто раз подвергался в секретариате Союза композиторов, уважаемых людей, которые мне нужны, упреком за то, что играю на струнах, люблю четверти тона, бьют у меня по подгрифнику винтом смычка и так далее, и так далее. Я тембровое открытие очень люблю. Ценю то, что делает Лохенманн, то, что до него делали, так сказать, второй авангард и так далее. Сейчас уже, я считаю, третий авангард, где тембр вообще главный, включая электронику, включая конкретную музыку. Это все отлично. Но дело в том, что это самое древнее выразительное средство. Оно появилось, когда Всевышний создал нашу Вселенную. Первое, что было, звук, тембр, потом уже ритм. А вот мелодия, она бы родилась только с выявлением человека. И только человек, мыслящий, может отличить одну мелодию от другой. Бегемоту покажется, что абсолютно оно только по тембру отличит. Понимаете? Мне кажется, что это самое сложное выразительное средство, которое эволюционирует. И может дальше выявляться. Больше того, я думаю, что после дивного третьего авангарда, который многое открыл, я ценю это. Больше ценю даже, чем мини-музыку. Мини-музыка все-таки чем? Она ограничена, что очень уж похожи друг на друга. Мини-композиторы на всех континентах. Будь то в Австралии или в Новой Зеландии, понимаете, я не знаю, в Аргентине, в Швеции. Вот эти астенантные фигуры, которые уже у Орфа появились. Понимаете? Ну ладно, на здоровье. Все это очень хорошо. И Стив Райк очень талантливый. И другие там есть талантливые. Адамс и так далее. Но не обязательно 280 раз повторять один и тот же короткий мотив. Это тоже мелодия, кстати говоря. Это одна из разновидностей мелодии. Так же, как и американская коммерческая музыка, поклонником которой я не очень являюсь, мой ученик, ныне завкафедры Танонов, прекрасно знает и прочтет лекцию об этой музыке. Он сам пишет мюзикл, а я вот мюзиков не люблю. Ну и что? У Бузони учился, скажем, Курт Вайб, который написал «Трехгоршовый оперы». Но я не думаю, что Бузони сам стал бы писать «Трехгоршовый оперы». Конечно, подлежащим является ученик, а не профессор. То есть, каков индивидуальность ученика, вот так с ним нужно заниматься. А не так вот. Я профессор, мне нравится тот. Я так вот. Ну, тогда, знаете, гибель. Так нельзя. Ни фортепиано преподавать, ни тем более композицию. Поэтому я взялся за этот предмет не для того, чтобы навязывать что-то кому-то. Ни музыковедам, ни тем более композиторам. А просто, чтобы немножко, так сказать, систематизировать типы мелодики, ее выразительные возможности и различные, бесконечные, различные, так сказать, выразительные средства этого замечательного явления. Вот и все. Вся моя задача. Пока что я прошел монодию, гомофонную мелодику. Приеду, я пропустил одно занятие, попросил Владимира Владимировича Горячих, любимого ученика Ручьевской, провести. Я даже не вникаю, о чем он будет говорить. О чем захочет, какими хочет терминами, такими и будет говорить. Когда один-два музыковеда пытаются мне, я там, говорит, нет, вы вот скажите моими термины, вот у Мусоргского, например, нет трезвучий. Я говорю, так, а вот есть же. Ну, есть, но они как бы на такой, такой это фантом. На самом деле их нет. Понимаете? Вот это я не люблю, вот этот узал. Что есть, то есть. Если есть, скажу. Так и скажите, это сложный лад, а не тональность. И его составной частью является отдельный тоникальный трезвучий. Я сам учился и у Кушнарева, и у Тюлина. Прошел капитал теории музыки. Меня на эти штучки музыковеда, таких средних музыковедов, не проведешь. Я все это знаю. Потому что нужно, так сказать, то, что есть реально, вот какие входят тональности в этот сложный лад, тоникальные элементы, тоже их нужно звать. А иногда искусственные лады. Иногда такие у Мусоргского есть, которые вообще... В сиротке, которые вообще не укладываются ни в какой... Ни в мажор, ни в минор, ни даже в гамму Римского-Корска, ни в целый тон и лад. Это очень интересно. Это все явления монадические, мелодические. Но и с гармонией связанной, и с полифонией. Я буду анализировать конечные и выбранные. Я изучил все его партитуры. Очень замечательная, интересная мелодика в песнях «Опус-25» и в симфонии. Это все мелодия. Очень интересно. Конечный Булесер, моего любимого композитора Луис Женону, Кампусу Спезу. Как он, в части которой, извините, что я немножко заговорился, но такой серьезный мой коллега, как Юрий Васильевич, он, так сказать, требует, с моей стороны, подробного ответа, тем более о мелодии. Тут есть по тексту, нужна ли вообще сегодня мелодия. Может, она кончилась. Да нет, она бессмертна, как музыка бессмертна. У Луис Женону в части, посвященной Любе Шевцовой, русской, понимаете, он не читал роман Фадеева. Он знал только ее предсмертное письмо. Так там так тонко отражены, как-то, как сюрреалистически преображены звукоряды, трихорды русской песни, что я просто был поражен. И я хорошо знал Луис Женону, можно сказать, что дружил с ним. И он обожал Мусоргского. Когда он увидел у меня в комнате портрет Мусоргского, ой, слава богу, я увидел, наконец, портрет Мусоргского какого-то композитора. Понимаете, вы не думайте, что это какие-то ненормальные люди, эти авангардисты. Лучшие из них – это грандиозные музыканты, которые впитали в себя все. Я не буду дальше продолжать. Ну вот, Игорь Васильевич, я надеюсь, вам, так сказать, более-менее ответил, что я хочу. Единственное, изданно это будет и как? А, это будет вряд ли. Дело в том, что я сам пока еще недоволен. Мне надо это не сто, а триста раз проверить. У меня одних нотных примеров там – триста пятьдесят. Во-первых, мне просто, ну, все это я не набираю, я, к сожалению, не техник. Мне неудобно эксплуатировать своих студентов, чтобы они набирали. Значит, мне надо подумать, как набрать эти примеры, хотя все их я знаю, и некоторые из них – это мои собственные фольклорные записи, которые я собирал в деревнях. Псковских, Пермских, Новгородских, Ленинградской области. Там десятки, сотни записей я, конечно, с этого начинаю. С фольклорных, натуральных мелодийских ладон. Вот, это во-первых. Во-вторых, надо проверить все партитуры. Я же писал-то летом, у меня не было ни одной партитуры. По памяти я теперь проверяю. Как ни странно, не очень много ошибок. Не очень. Есть, но не очень много. Я смотрю все. Я смотрю даже оперы Буальдье и оперы Грейтри. Все, что я упоминаю в обзоре. У меня есть там обзор, краткий исторический обзор эволюции мелодики. Так мне нужно все проверить. Проверить оперы Глюли и так далее, и так далее. Поэтому, ну, через год я посмотрю. Мне сейчас главное провести курс, а затем я хочу отдать его. Я не хочу, вот, как, знаете, сыч такой, который, вот это мой предмет. Я говорю, противно. Зачем? Я отдам композитору молодому. Я отдам для композитора. Музыковеду, хотя бы ученику, там, кого... Ну, в данном случае я говорил с Андреем Денисовым. У нас есть такой композитор. У Бориса Ивановича Тищенко проходил композицию. А вообще он музыковедник, доктор Испустойник. Он обещал мне, так сказать, в будущем году провести для музыковедов, для композиторов. Я хочу, чтобы Настя Крущева вела. Она согласилась. Все-таки это лучший композитор практик. Который, что такое мелодия, не понаслышке знает. А для исполнителей, вот такой есть Ваня Александров, замечательный и пианист, и композитор. Он согласился. Вот я уже троих нашел. Для исполнителей. Найдется фольклорист, с удовольствием, да, для фольклористов и для древних. Кстати говоря, они очень активно ходят и очень интересные пишут задания. Я ждаю задания. Выходят с звончатыми гуслями, сочиненную мелодию играет на гуслях. Очень хорошо. Потом чудно выступили в такой ансамбле, значит, из кафедры древнерусского певческого искусства. Они спели несколько образцов строчного пения, что вообще редко, трудно, так сказать. В церкви этого вообще не добьешься. Там гармонические задачи поют вместо, так сказать, строчного пения. Знаменный распев. Так что меньше всего ходят музыковедов. Я на них не сижусь. У них свои есть, знаете, педагоги, которые не пустят, чтобы быть в другой термин. Вот, понимаете. А вот исполнители, они хоть такой. Ну вот поэтому этот предмет я придаю ему значение. Потому что я должен сказать, что я абсолютно уверен, что после третьего авангарда будет четвертый авангард. И этот четвертый авангард по законам зигзагообразной эволюции истории музыки, вероятно, именно мелодия-то будет, мелодика, будет основным эволюционным выразительным средством. Новым, как что-то будет найдено. Ну, как мы вспомним, такое все развивалось от одноголосия до ОКГМа, потом даже чуть ли не до Баха, сложнейшая полигура. Но раз! И перешло к гомофонной мелодике. Это якобы монодия, драма про музыку, но на самом деле это гомофонная мелодика. И, в общем, так сказать, ведущий голос и, значит, сопровождение и так далее. И так несколько раз было. Потом гармония пошла вперед. Романтическая гармония дошла до Вагнера, до Баха. Потом раз, как-то, значит, полифоническая, новая полифония, микрополифония, сериальная полифония, кстати, которой нужно владеть обязательно. Ну и, наконец, тембра. Так как 150 лет назад мерилом новаторства была гармония, вот если у тебя есть такой аккорд какой-нибудь. Ты наш человек, понимаете, это уже достаточно все со времен. Вот. А сейчас это не это. Сейчас нужно тембр. Может, на одном звуке даже. Неважно, часто очень один звук все. Ну, мало, вы знаете. Маловато. Даже если это электронный звук. Маловато. Ну, вот такое мое мнение. Ясно ответил или не очень? Да, симпатично ответил. Ну, дальше я буду говорить короче, конечно, уже. В общем, Юрий Васильевич, конечно, это один из любимейших мною педагогов и музыкантов. Он, кстати, у нас был замечательный председатель Госкомиссии. Только потому, что в последние годы его нету. Потому что министерство культуры все время придумывает какие-то приказы. Понимаете? Вот больше, там, трех с половиной раз нельзя. Я не знаю, почему нет. То ли четырех с половиной, не знаю. В общем, так сказать, норма уже была завышена. Ну, конечно, у нас тоже первое время были на кафедре люди, которые не очень хотели, чтобы авангардист был председатель. Но я тут категорически требовал, чтобы был Юрий Васильевич. И он был замечательный председатель. Он сказал, что я надеюсь, что через несколько лет снова будет. Чтобы министерство культуры, значит, уже три с половиной раза пройдет перерыв, и дальше можно будет. Уф, это, вероятно, уважаемый, Сергей Григо. Северная баллада Григо. Вам не подпад. Что касается Северной баллады, это моя вина, что я сегодня не назвал. Дело в том, что это было совершенно замечательное исполнение, и это талантливейший пианист. Понимаете, вот, значит, Евгений Евграфов, сын моего уважаемого коллеги, вот, собственно говоря, я его уже слушал вчера, вчера, в зале мне есть, да. Слушал, вот, и мне сразу это показалось, что это совершенное исполнение. Прежде всего, колоссальное чувство формы, замечательная совершенно техника, конечно, не просто техника беглости, а звучание, интонирование. Потом, эта же пьеса, в сущности говоря, задумана из цикла воспоминаний о 19 веке. У меня есть такой цикл. В него входит интернет памяти Брамса, романтический вальс и некоторые другие. И 19 век один из любимых мною веков, хотя я понимаю, что он уже повториться не может, ничто не повторяется. И Грих один из любимейших мною композиторов. Но я пытался написать не простенькую пьесу, а сложную пьесу, потому что Грих, на мой взгляд, сложный композитор, а не простой. И в его творчестве очень много корней, которые ведут во многие другие явления. И вот Женя, который сам композитор, и, кстати, настолько хороший, что он получил первую премию на конкурсе, который мой фонд делал в Петербурге. Я был председателем жюри, и он самую лучшую работу прислал. И к тому же пианист совершенно великолепный. Поэтому, в сущности говоря, это был один из самых лучших номеров, я бы сказал, наряду с исполнением монооперы. И вот с первой девочкой, которая пела первые два лянковских романца, мне кажется, субъективно, что это были три таких самых ярких исполнительских работы. И это моя большая вина, что я почему-то это не упомянул. Я же не знаю почему. Потому что я начал с певцов. Потерял пианиста, который, можно сказать, открыл концерт и обеспечил его успех. Потому что начать с таким длинным сочинением, это, знаете, три холопка можно получить. А Женю он, так сказать, товар лицом показал. Так что спасибо большое за этот вопрос. Понимаете, кто-то мне подсказал, ну, кто бы не подсказал, но подсказал абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И вообще, если я что-то забыл, вы мне помогаете. Потому что все-таки 15 лет до 100 лет. Это немножко многоматно. Это мой дядюшка Николас. Мой американский дядя всегда считал от 100 лет. Так, какие еще вопросы? Можно, Сергей? А, можно? Я вас такой хочу задать вопрос. Сейчас я вам подарил две книжки. Да, спасибо. Прочту. Мы сейчас в таком с вами возрасте, когда надо как-то подводить итоги. Ну, если хотите подводить, я ее собираю. И у меня, ну, в последующий раз большой опыт, мы пережили. И у меня вопрос вот какой. Был у меня вопрос на одной встрече о народной музыке. В чем заключается? Отношение. Так вот я сейчас... Уйдут все, некому будет заключаться. Сейчас я хочу сказать, что одна книжка у меня называется... Ну, это вы про себя как-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, 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 нет. Понятно. Она называется «Путешествие за песню». Я рассказываю о своих путешествиях. Прожа, вопрос. Вот, вы сейчас рассказывали о ваших путешествиях, где вы собирали песни. Теперь, дальше был... Сегодня вы говорили о том, как партийные органы мешают. Мешают. Мы продолжаем мешать. Ну, да, слушаю. В чем такой? Почему вам не написать о ваших путешествиях, во-первых, за песнями? Фолькеры, по чьям? Вы очень интересно рассказывали на прошлой встрече об этих... Понятно, понятно, понятно. Об этих ваших... Понятно, вопрос понятно. Да, да. И второе. Да. О ваших взаимоотношениях с властью, вот, на протяжении... Ну, что с властью, да. Хорошо. Насчет власти, это... Ох, нет. Что касается того, написать ли... Ну, кое-что у меня есть такая книжка автобиографическая. Бурлесские элегии дифферамбов презренной против. Я там описываю, в частности, в одной главе всего лишь, какие-то характерные примеры. Ну, скажем, мы приезжаем в глухую пермскую деревню, которая называется Ножовка. Что там дрались ножами в этом деревне. Вот. Это был 60-й год. И там, значит, мы попали ровно к 80-летнему участнику восстания на броненосце Потемкин. Представляете, какой-то был старик в шляпе. Вот он говорит, у еще с конца еще куда-то. И он вместе со своим другом, библиотекарем Якунин, до сих пор помню фамилию, написали Хрущеву. Никита Сергеевич. У нас никакого квадратно-гнездового метода нет и быть не может. Вас обманывают. У нас кукуруза не прививается. Зря вы ее настаиваете, чтобы вы сажали. Ничего не получается. Пшеница гибнет. А председатель нашего колхоза, он бы кювет машину в пряном виде уронил. Понимаете? Поэтому вы как-нибудь там мешайтесь, если можно. А то у нас все погибнет. И прислали это письмо, естественно, председателю колхоза. Как бы сейчас присылают. Напишешь что-нибудь про свое родное начальство. Им же и придет сверху. И пришлось, значит, председателю колхоза. Тот назначил партийное собрание, чтобы выгонять их из партии. Партийное собрание назначено на понедельник. А мы приехали в пятницу вечером. Выходим утром в субботу. Смотрим. Вообще село так вымерло. А нам на пушку идти. Пронесся слух. Приехали люди из Москвы. Прямо как гоглевские ревизионы. Остановились у Якуниной, которая писала письмо. Посадили всех пьяных на телеге и свезли на пушку леса. Совершенно. Как вымерли? И мы, значит, пошли ровно туда. Потому что там как раз нам сказали, что поют. И там еще такой утробный рев. Понимаете? Ну вот и там, значит, бабки очень лихо пели так. И натурально в субстрое. У них была плывущая и не только терция, но и секунда. В Одессе лифа, бекар. Это был вопрос. То так, то сяк, то между. Мели, ми, бемоль, кто так, то сяк, то между. Ну, конечно, они там и нас угостили. Брагой, Простоквашей и чем-то еще очень нехорошим. В общем, короче, кольёш. Ну, как-то вышел. Вот. И, значит, отменили партийное собрание и их не выгнали. То есть нам их повезло, после чего мы приехали. Ну, таких историй, ну, сотни, конечно. Меня очень интересовала жизнь крестьян. Преще, чем мелодии. Я, конечно, их собирал, но для того, чтобы выдать за свои и, так сказать, потом цитировать. Ну, я пользовался, конечно, это уже стало моим родным, то, что я записывал. Но, прежде всего, меня люди интересовали. Благороднейшие люди там. Крестьянство, то, что сейчас оно фактически почти вымерло. Трагедия колоссальная. Крестьянская страна. Вот об этом, кстати, мы его проверили. Об этом. На самом деле, если говорить. И не только. Понимаете? Потому что вообще говоря, конечно, именно там озон. Озон, прежде всего, человеческий. Ни интриг, ни зависти. Не понимаете? А вот почему не я? Почему вот он? А вот уже не я. Вот этого там нет. У нормальных, у таких людей, так сказать, работящих. А вот у бездельников там все. Они скупые и все. И так далее, и так далее. Так что все это там есть. Вот. Ну, конечно, что касается материала, то, конечно, это бесценный материал. Это, прежде всего, натуральный строй. Ну, что же, об этом зачем? У нас прекрасные парфиаристы. Я очень высоко ценю Евгения Васильевича Гиппиуса. По-моему, его работы. Это просто, я не знаю, кладец какой-то. Наш Фиатус Анатольевич Рубцов. Вот это надо читать, эти работы. Что ж я буду с кувшинным рылом или с галашной рябки? Я не парфиарист такого масштаба, как эти люди. Ну, так. Так, может быть, действительно, я чувствую, что психологический момент, что надо кончать. Если нет вопросов. Да, я сыграю маленькую пьесу. Но это одну минуту. Один простой вопрос. Вы по-прежнему импровизируете или уже нет? Я вчера импровизировал, а сегодня уже не буду. Вчера импровизировал полчаса. А сегодня слишком серьезные люди собрались. И, так сказать, устраивать прощальную симфонию. Пока я буду играть, я вы выходите из зала. Поэтому, с вашего разрешения, я сыграю только одну маленькую пьесу. Так как не было такого типа фортепианной фактуры в этом концерте. Вот я сыграю пьесу «Колокола». Она такая масштабная, но идет полторы минуты. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Желаю вам всего самого лучшего, дорогой консерватории Московской, которую я очень люблю. Спасибо за внимание. Сегодня все для меня кончилось здесь и очень успешно. Большое спасибо. Спасибо.